Сегодняшнюю музыкальную историю придется начать издалека и мысленно перенестись на шесть веков назад в мавританскую Испанию. В 1482 году арагонский принц Фердинанд поднял знамя священной войны против мавров, как тогда называли мусульман. Его войска осадили Гранаду, столицу последнего крупного государства мусульманской Испании. Осада длилась 10 лет. Мусульмане отчаянно сопротивлялись, но изнуренные голодом в 1492 году были вынуждены сдаться. И армия Фердинанда вошла в Гранаду, распевая песню, которую каждый из вас прекрасно знает. Она называется «Кукарача», что в переводе с испанского означает «таракан». Почему ее так назвали солдатики арагонского принца, честно говоря, не совсем понятно, ибо самый первый текст увы не сохранился. В хрониках лишь указано, что победители распевали «Кукарачу», входя в Гранаду. По своей сути, это классический вариант народной испанской баллады в стиле «Коридо». И если задаться целью найти какие-то аналогии в современной музыке, то это будет, конечно же, блатной русский шансон. Еще много веков назад в «Коридос» воспевались легенды об известных бандитах и душесчипательные любовные истории. Интересно также, что до появления газет, радио и всего этого, что мы теперь называем масс-медиа, «Коридос» служили основным средством передачи информации и пропаганды. Прошло несколько веков, и музыкальный таракан прочно прописался в Мексике. В 1819 году писатель Хосе Хуакин Фернандес де Лискарди раскопал в архивах упоминания о том, что в Мексику «Кукарачу» привез из Испании некий капитан морской пехоты. Словно оправдывая свое название, песня разбежалась по всей стране, забившись в самые отдаленные щели, и странствующие музыканты Марьячу стали придумывать бесконечные варианты ее текстов. Но пика популярности таракан достиг во времена Мексиканской революции начала 20 века. В 1916 году бандит и революционный генерал Хосе Доротео Аранго Арамбула, более известный как Панчо Вилья, спровоцировав войну с американцами, сам прям как батька Махно ходил в атаку и на мексиканскую, и на американскую армию. Когда в 1917 году американцы, несолоно хлебавшие, были отозваны обратно, Панчо Вилья задружился с мексиканским президентом Адольфо Уэрте, отошел от революционной борьбы и создал колхоз. Колхоз, в котором жили и трудились ветераны его армии со своими семьями. Увы, в 1923 году он был расстрелян в своей машине. В результате покушения руки и ноги сидевших в автомобиле людей разлетелись в разных направлениях, и продырявленная машина стала выглядеть как таракан, которому оторвали лапки. Смерть бандита-героя, воспетая в одном из вариантов кукарачи, является, пожалуй, самым оригинальным, если можно так выразиться, текстом песни, демонстрирующим весьма своеобразное мексиканское чувство юмора. Ну а сегодня самый популярный в мире вариант таракана смахивает на детскую песенку, в которую противные насекомые иронично жалеют, ибо кто-то лишил кукарачу не только задних лапок, но и косячка с марихуаной, без которого ему кранты. Вот по этой причине борцы за здоровое детство в некоторых странах пытаются выгнать таракана из школьных учебников. Ну а я разыскал для сегодняшнего эфира вариант кукарачи, который в музыкальном отношении, говорят, наиболее приближен к древней испанской версии. Трек этот записала известная мексиканская певица Лила Даунс. Сейчас будем слушать и смотреть этот трек. Не забудьте поставить пятерки. Музыкальные гонки шоу «Почти дома» продолжаются.